Фигурист Илья Авербух стал послом чемпионата мира по футболу от Сочи. Именитый спортсмен оказался уже пятым послом курорта как города-организатора чемпионата. Ранее эту роль приняли Сергей Митривели, теннисистка Елена Веснина, фигурист Евгений Плющенко и бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев. Илья Авербух – российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию. Теперь еще и посол Сочи. Он уверен, город ждет успех. Сочи создан и для курорта, и для спорта, и для того, чтобы все болельщики, которые приедут сюда, уехали с абсолютным ощущением праздника, абсолютным ощущением праздника футбола. И все те, кто пытается на протяжении всех этих лет вставлять нам палки в колеса в виде проведения чемпионата, будут повержены открытостью, замечательной инфраструктурой, доброжелательностью горожан. И не только доброжелательностью, но и стремлением к абсолютной победе. Так, спортсмены городской общественной организации Федерация борьбы дзюдо и самбо города стали гениями дзюдо 2016 года. Именно сочинская федерация дзюдо признана лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации. А город-курорт Сочи завоевал звание победителя среди регионов различных стран по развитию дзюдо как олимпийского вида спорта. Руководство городской федерации уверено, таких успехов можно было добиться только при поддержке администрации. Мы кардинально развились, очень много занимающихся привлекли. Дети хотят заниматься, развиваться физически. И еще раз хочу вас поблагодарить, что вы такое внимание оказываете. На сегодняшний день большое количество мальчишек и девчонок выбрали занятия дзюдо и самбо. Более 200 человек занимаются самбо и более полутора тысяч дзюдо. Многие из них показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Самые выгодные вклады – это вклады в детей, потому что это самый лучший капитал. И сегодня в школах у нас дополнительно, кроме занятий спортом на уроках физкультуры, 77% занимаются дополнением либо в спортивном школе, либо в спортивных секциях, которые при школах. Глава города наградил почетными грамотами не только спортсменов, но и руководителей федерации дзюдо и самбо. Также мэр особо отметил тренеров спортивной школы Олимпийского резерва номер 7. Главная их заслуга – не только воспитание молодежи, но и активное участие в спортивной жизни города и пропаганде здорового образа жизни, которые в Сочи в последнее время уделяют все больше внимания. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».